Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александр Хайрулина. Это программа «Лучшее в стране». Но сегодня я бы программу немножечко переименовала. Я называла «Лучший, лучший, лучший, лучший в стране». Заслуженный артист России. Автор-исполнитель Сергей Трофимов. Серёж, привет. Здравствуй, Саша. Потрясающе выглядишь. Спасибо огромное. Потрясающе. А это потому, что я невероятно счастлива, что ты пришёл к нам в студию. Посмотрел, какая разница? Вот в этом клипе сразу видно. Драматический актёр, он там с женщиной целуется. А вот я, автор-исполнитель, только с деревьями. Ну, в общем, да, это такой клип. Да, ну ладно. Но, Серёж, наша с тобой встреча-то по случаю как раз нового видео случается здесь в студии в эти самые минуты. Видео, которое уже в нашем эфире. И если вдруг кто-то из наших зрителей и слушателей ещё по уважителю про учение не видел, то у вас будет возможность в ближайшее время посмотреть его. Что я хотела у тебя спросить? Значит, «Ядрёна Матрёна», так называется этот клип, эта песня, значит ли это, что в ближайшее время нам стоит ждать песни под названием, может быть, «Ядрён батон», «Ёшкин кот» и тому подобное? Нет, я думаю, что концептуально я высказался, и этот образ лучше всего подходит к той реальности, которая нас окружает, поскольку она опережает все самые смелые вообще фантазии, и то, что преподносится там каждый день, ну, в режиме новостей и всего прочего, это всего лишь бледная копия воспалённого воображения Творца. Как красиво сказано, можно цитировать, просто записывать, точнее. Я поэтому теперь стал понимать беспощадный акмеизм Гуцериева, который гностическим своим посылом пытается создать новую символику окружающей нас в действительности. Очень серьёзная тема, друзья, будет, судьба всем у нас сегодня затронутая. А что касается клипа, скажи, дорогой Серёж, песня давно ли написана? Нет. То есть, как написана песня, ты сразу понял, вот, будем сейчас снимать. Да, ну, ко мне приехал в гости Сашка Смирнов и говорит, слушай, это надо снимать. А Сашка Смирнов это... Это режиссёр. Режиссёр, так. Вот, и то, что он предложил, вот, в лофте сделать такой, просто весёлый клип. И дальше, друзья, внимание началось. Во-первых, у Сергея, конечно, очень насыщенный гастрольный график. А, как цитирую Сергея, клип это очень дорогостоящее дело, и нужно зарабатывать на него много. А потом концертов увеличилось. Сергей поехал. И ещё пришлось возобновить жёсткие тренировки в тренажёрном зале. Цитирую, чтобы вызвать сексуальное восхищение у зрителей. Конечно. Как тебе кажется, удалось ли тебе вызвать это восхищение, именно вот это вот сексуальное? У уборщицы, которая там после нас была, я точно вызвал. То есть, её выносили, наверное, оттуда, да? Просто на руках... Я всё ждал, когда она скажет, я выросла на ваших песне. Ну, она сдержалась. Однако, чуть ранее, когда мы ещё не увидели клип, Сергей также в своём инстаграме сообщил, что в эротических сценах всё-таки придётся сниматься с дублёром, тем самым пообещав эти эротические сцены. Да, но дублёра не нашли просто, понимаешь? Неужели так сложно на сегодняшний день? Ну, конечно, конечно. Или это боязнь именно в твоём клипе сниматься у дублёров? Не знаю, мы разговаривали с Бондарчуком и с Нагиевым, все отказались. Все отказались? Да. Ну, я думаю, что теперь, конечно, вышепомянутые табы, уважаемые люди, пожалели после выхода этого клипа. Скорее всего, они задумали, сказали, боже, что мы упустили? Хотя сцена должна была быть эротическая с этой вот Матрёной. Вот оно что. Расскажи про Матрёну, как долго проводился кастинг? Какие главные требования основные были? Ну, брали, как обычно, МХАТ, Малый, Красновый. Вот. А всё-таки вот студия Фоменко. Победила? Конечно. Так. Ну, и, в общем-то, сотрудничали? Взяли вот актрису, которая играет у них, Наташу Ростову. Боже, умеете вы? Не, ну а что, такая трактовка тоже имеет место быть. Ну, почему нет? Конечно, в наше-то время вообще всё имеет место быть. И в том числе и клип такой, и такая чудесная совершенно Матрёна. Серёж, пишут уже тебе наверняка некие такие добрые люди. Ну, что это такое? Ну, что за безобразие? Или прям только сплошное восхищение? Я имею в виду мнение о клипе твоих поклонников или, может быть, хейтеров? Ну, нет, мнения разные в интернете существуют. Кто-то там говорит, что, ну, это же, говорит, не настоящий рок-н-ролл, хотя никакой цели настоящего рок-н-ролл. Ну, это какие-то музыкальные критики прям, наверное, там пытались оценить твоё творчество, очень глубоко копали. Кто-то пишет, а гитара не та звучит, которая в клипе. Думаю, вот человек заморочился, это же нас же. Ты представляешь, какой анализ люди действительно проводили, глядя на твой клип? Да. А почему, говорит, взяли на роль Абматрёны всё-таки мужчину, неужели женщину не нашли? Что ты ответил на эти вопросы? Ну, как, после наших этого... Во-первых, я в тренде. Так. После Петрова и Васечкина дало женщин только мужчины. Вот. Понятно. Это во-первых. А во-вторых, ну, это просто смешной клип. Без всякой, без всякой там задней мысли. Ну, там потрясающая актёрская игра. Там музыканты живые, настоящие, те самые неприглашённые актёры, уже не МХАТ, там никто не принимал участие в кастингах. Эти ребята, скажи, пожалуйста, вот это естество у них такое природное, и действительно им так нравятся песни, или приходилось тебе как-то их... Как? Настраивать. На такое настроение хорошее. Нет, ну, естественно, там не обошлось без специальных настроек для музыкантов. Вот. В общем, всё получилось. Всё получилось. Я с тобой абсолютно согласна, и клип уже набирает огромное количество просмотров в интернете, и в нашем эфире он крутится очень успешно, надо сказать, и, между прочим, претендует на попадание в хит-парад «Хит страны». Кстати, хотелось бы тебе, чтобы песня оказалась хитом «Страны настоящим». Да я как-то такую задачу особо не ставил. Ну, чтобы пели в караоке, например. А в караоке, да, это было бы клёво. Потому что песни-то твои очень популярны в караоке. Это было клёво, да. Кстати, ты слышишь в караоке, когда, если бываешь там вообще, как поют твои песни? Иногда слышу эти... Это печально чаще всего, или это очень приятно? Слушай, ну, я же не только исполнитель, я же ещё и автор, поэтому... Конечно. Если твою песню в какой-то своей трактовке пытаются люди донести, значит, они так её видят. Ты очень добрый человек. Очень добрый, сердечный. Ты понимаешь, это можно, как вот Маяковского, не знаю, там, читать, как Лановой, там, разворачивайтесь в марше! А может, разворачивайтесь в марше! Вот тут очень, понимаешь, все зависит от антонации и от внутреннего посыла. Да, это настроение, опять-таки, от предлагаемых обстоятельств и так далее. А у тебя такое бывает, что ты песню как-то иначе вдруг сам начинаешь слышать и исполнять немножко? Бывает. Бывает, знаешь, как вот делаешь-делаешь песню какую-нибудь, потом раз, вроде до конца доделал, и думаешь, не, нифига, надо было вот так. И всё. И куда это всё? И сна с ноля. И заново переписывается, и много таких? Много. Как грустно, а может быть, это те самые, те самые, ещё одна огромная порция хитов? Да не, ну там, как бы, вот, ну, как делаешь-делаешь, вдруг там, послушал там, какого-нибудь там Симплереда, а у него там вот бас сыграл, так, ду-ду-ду-ду, блин, мне вот тоже так бы подошло бы. А уже поздно, поэтому приходится переписывать. Ну, это нормальный творческий процесс. Серёж, у нас сейчас будет композиция под названием «Текила Бум», очень уж она нравится нам, надо так мягко сказать, да. Но у меня вопрос, почему мало клипов у любимого народом артиста? Вот сейчас ещё будет клип сниматься. Ну, наконец-то, аллилуйя. Ну, а на «Текила Бум», друзья, у нас пока лирик-видео, посмотришь, кстати, заодно, любопытно твоё мнение будет. Эх, поехали, зажигаем. Сегодня пятница, пора расслабиться. Не зря Господь придумал выходной. Пойду напьюсь кабак с подружкой пьяницы. Мы накрываемся одной волной. Она вообще-то бизнес-вумен И упакована как ул. Я нужен ей Не для бодрума А чтоб вонзить текилу Бум, текила Бум, бум, текила Бум, бум Не тормози, родная Пей со мной Текила Бум, бум, текила Бум, бум Какая уж ты дурная Боже ж мой Текила Бум, бум, текила Бум, бум Не тормози, родная Пей со мной Текила Бум, бум, текила Бум, бум Какая уж ты дурная Боже ж мой Она заложница эмансипации На ней, бедняги, целый воз проблем Попала в ножницы цивилизации Кто был никем, те стали Сразу всем И по-бабски выть охота От непростых мужицких дум Но мы вдвоем Уже суббота И в баре есть текила Бум Текила Бум, бум, текила Бум, бум Не тормози, родная Бей со мной Текила Бум, бум, текила Бум, бум Какая уж ты дурная Боже ж мой Текила Бум, бум, текила Бум, бум Не тормози, родная Бậy со мной Текила-бум-бум, тыкина-бум-бум Какая ж ты дурная, ложа же мой В ней явно что-то есть, хоть не красавица Как тюнингованная БМВ Такие отставным майорам нравятся Но где майору столько взять лаве? Вообще сказать была мыслишка А как бы нам бы с ней разок Но каждый раз я пьяный слишком И ей текила сносит мост Текила-бум-бум, тыкина-бум-бум Не тормози, родная, пей со мной Текила-бум-бум, тыкина-бум Какая ж ты дурная, ложа же мой Текила-бум-бум, тыкина-бум-бум Не тормози, родная, пей со мной Текила-бум-бум, тыкина-бум-бум Какая ж ты дурная, ложа же мой Текила-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-б искренне, что готовится уже следующий клип под названием «Малибу». Да, я уже даже предоплату внес. Предоплата уже внесена. Скажи, больше ли она по сравнению с предоплатой клипу Юдрёна Матрёнова? Больше. Я говорю, у нас там есть одна проблема. Нужно найти какую-то смелую мулатку. Так, внимание, мулатки смелые. Слушайте, что нужно будет делать? Ну, которая согласится в осеннюю непогоду сняться в купальнике. Ну, правда, там недолго совсем. Где-то вот в районе Берилёва, у Дегунина. Так. А в купальнике? Ненадолго, ненадолго. Ненадолго. Потом главный герой, естественно, её укроет. А это будешь ты? Нет. Главный герой будет другой человек, который будет играть. Я буду в белом во всём дирижировать оркестр. Ты будешь ангел некий такой, нет? Я просто дирижирую оркестр. А ты просто дирижёр Сергей Трофимов. Абсолютно. В общем, да, актёры. Пусть мёрзнут, пусть работают. Она будет ещё в купальнике, она главной будет. И с карточкой социальной москвича. Боже мой, это очень интересно, друзья. Поэтому, если вы мулатка, если не мулатка, то есть время ещё омулатиться, каким-то образом солярий, там и так далее, да? Ну и пишите. Сергей Трофимов есть во всех социальных сетях. Пишите, высылайте свои фотографии, предлагайте кандидатуру. Съёмки клипа уже скоро, я так понимаю. Да, ну вот ждём слякоти. Ах, важно как раз-таки вот эти предлаговые обстоятельства, чтобы они непременно случились. Режиссёр будет тот же, что Ядрёна Мадрёна? Да, Сашка. Сашка. Он не подкачает, я точно знаю. Серёж, у тебя событие недавно случилось, такое знаменательное, знаменательное. Новый сайт заработал. А, да, да. Новый сайт у меня открылся, его делала компания Методик. Профессионалы, ребята, мне очень понравилось, как они сделали. Сайт замечательный, правда, я уже там покопалась, почитала. Даже получился лучше, чем у Трампа. А они на Трампе, я так понимаю, наверное, как раз тренировались, да, и теперь сделали тебе. Но у меня, знаешь, какой вопрос? Он звучит так, trofim.com. Почему всё-таки Трофим? Ты же как-то в своё время так ушёл, и уже древно, и далеко ушёл от того псевдонима, который у тебя всё время был. Это псевдонима, который у тебя всё время был. Это псевдонима, никнейм. Ах, вот оно что. Логин. Ну, тем не менее, я думаю... Я же в русле современности идут, так сказать. Ну, это многих, наверное, всё равно отсыл будет к тому Трофиму. Может быть, да. Ничего страшного, ты в этом не видишь. Ну, всё-таки всё должно базироваться на чём-то предыдущем. И логично вытекать, понимаешь? Замечательно написана биография там, с цитатами, с твоими датами. Ты не читал, кстати? Биографии нет. Напрасно. Очень любопытно. Я как раз хотел спросить... Если бы они взяли что-нибудь от Пушкина... Кто биографы, вот это интересно. Это та же самая компания «Методик», они и выступали. Нет, а я говорю, возьмите как бы... Внизу на сайте всё написано. Ах, вот оно что. Ну, хорошо, тогда держим курс на trofim.com и там изучаем всё самым подробнейшим образом. Очень важное ещё событие в твоей жизни, связанное уже с детишками, с подрастающими музыкантами. Детское Евровидение... Сказал он грустно. И Елизавета Трофимова. Да, эту грусть и в голосе, и в глазах мы немножко наблюдаем. Вот почему, конечно, мы сейчас будем... Новая волна была у нас. А, новая волна, да. Эксперимент. Ну, она сама хотела попасть на конкурс какой-то. У неё есть такая бойцовская жилка, папа, я хочу. Что Лиза, что Иван, они же с тобой вот... Ну да. С такого возраста на сцене выступают. И уже тысячи, собственно, зрителей для них. Это вообще не проблема никакая? Нет, оказалось, проблема. Она думала, что искусство вокала — это просто стоять и петь. А оказалось? Оказалось, что это надо уметь ходить, что-то делать, плясать. Ну, плясать-то... Общаться с публикой. Ну, разве проблема... И к тому этому всему учили. Ну, а мама ещё блистательно танцует. Ну, мама-то Акуб знает. Как себя на сцене сольно вести. Ах, вот оно что. Просто целое дело, конечно. Песня твоя была? Нет. А почему? А потому что там выбирала жюри, и вот то, что они выбрали, то она исполняла. Ну, твоя-то хотя бы как-то там была в кастинге, принимала участие? Нет. Нет, принципиально? Или... Вот сейчас я пишу одну песню. Для дочки? Да. Ах, как интересно. Я даже знаю, наверное, она будет папа-папочка, любимый. Нет. Это будет песня про первую любовь. Ты себе не представляешь. Если я себе сломал мозг, я три недели пытался погрузиться в мир десятилетней девочки, что она думает о первой любви. Я не представляю, как это происходило и каким образом Сергей погружался в этот мир. Если бы я употреблял, я бы запил. Потому что у меня что-то есть какие-то рэперные точки, от которых поэт отталкивается в любви. А тут ты их вообще не понимаешь. Она каким-то образом пыталась помочь тебе? Она? Да. Нет, она мне приносила всяких современных исполнителей, которых у неё множество. Множество. А вот здесь вот интересно, современные это кто? Может быть, Егор Крит? Ой, это не, нет, что-то. Ты даже их не слышала. Это совершенно какие-то, совершенно, как сейчас её звать-то, Дуа Липа, потом Мишель, Суайе. Ой, какая умница, какая интересная. Да, она во всём в этом есть. Да, так, и ты, значит, слушал-слушал эти композиции, напитывался ими. Ну, мне было бы мелодия-то, ладно, а вот текст, понимаешь, текст. Вот несколько строчек, если можно, выдать. Это же, как бы, никто же не сможет уже это использовать потом, так что... Ну, она приходит внезапно, не зная пределов, и никому не понятно, что с этим поделать. И дальше развивается мысль. Слушай, ну, замечательно. Я тебе, честно, хочу сказать, мне кажется, неплохо тебе удалось погрузиться в десятилетний возраст. Ну, что, всё очень просто, очень понятно, это самое главное. Ну, что Лиза-то сказала? Она говорит, пап, толково пойдёт. Погодится, но это самая главная оценка. Понимаешь, она как раз была в тот момент влюблена, там, к какому-то парню, а он вроде как с ней перестал общаться. И поэтому у неё грустная любовь. Боже мой. Она говорит, слушай, ты написал, как будто прям про меня. Вот, ты знаешь, вот у меня тоже... Я думаю, слава тебе, Господи. А сколько человек говорят тебе эти слова ежедневно, Серёж, что ты написал про меня, ты написал прям про нас. Вот теперь Лиза говорит. Нет, ну вот здесь я себя чувствую победителем вообще. Теперь тебе вообще не страшно. Ты можешь написать даже песню о лягушке, к примеру, да? И лягушке, да, в том числе. Хорошо, у нас короткая пауза, друзья. Песни будут в нашем эфире. Не лягушек, песня Сергея Трофимова. Дождитесь, пожалуйста. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Автор-исполнитель, заслуженный артист России Сергей Трофимов у нас сегодня в гостях. Через несколько минут мы посмотрим с вами новый клип. Послушаем новую песню «Ядрёна Матрёна». В клипе, кстати, естественно, сам главный герой и автор, и исполнитель Сергей Трофимов. Также мы увидим с вами всю команду музыкантов. Ну да. Где, в общем-то, я думаю, что через какое-то время на месте барабанщика, хотя он всё прекрасно, замечательно, и желаю здоровья и всё, но есть предположение, что там может появиться Иван Сергеевич, ваш замечательный подрастающий сын. Нет. Нет, ни за что, никогда. Разные уровни. Он круче меня уже. Ну, сколько? Парню 15 лет будет, вот через несколько лет, буквально в ноябре. С Маркусом Миллером сейшн играл, так что это... Да он стучит, по-моему, там чуть ли не с пелёнок у вас. Ну да. И самое главное, что страсть к этому нисколько не угасла, не утихла, а только наоборот набирает обороты. Не угасла, что самое главное, что он идёт в правильном направлении, потому что я сначала переживал, мы сначала слушали что-то такое там жуткое, типа Кеннибал Корпс, Слепнот, у нас был Кардан, который в бочке стучал. Потом перешли плавно к Металлике, к Эсси Диси. Сейчас уже слушаем Скифра Ивона, Эрика Клэптона. Ой, потрясающе. Думиракуая. Какая школа чудесная. Ну, а планы-то у Ивана какие дальше? Как какие? Создать свою группу, во-первых, он хочет. Петь при этом тоже? Нет, нет. Нет, только стучать исключительно, да, играть? Может быть, стихи какие-то рождаются? Он пытался, но вот со стихами у него что-то как-то не очень. Да потому что он учит языки, как Серёжа сказал, там и английский, само собой итальянский, и китайский самостоятельно пойдут на китайском, скорее всего. Главное, влюбиться сейчас неудачно первый раз, и всё, оно всё само пойдёт. А вот если уже у Елизаветы случилось, то у Ивана пока нет? Неудачно? Вообще в влюблённости. Да, пока что-то как-то он барабанами слишком увлечён. Это хорошо, это хорошо на самом деле. Чем позднее, тем лучше. Ты же тоже сам ему говоришь, надеюсь, или нет? Ну, я ему говорю, что да, в общем, он когда встречается с девушкой, у него первый вопрос, что ты слушаешь? И она когда говорит, ну ладно, в общем. Ядрёна Матрёна приходит, он говорит, папе, и эта Матрёна не та. Ну что, Серёж, посмотрим твой клип, ты, надеюсь, не против? Да. А сколько раз, кстати, ты его пересматривал? Ну, раз три. Раз три? А при монтаже я какое-то участие принимал? Ну, когда вот синхрон со звуком там, все эти. Ну, какая твоя реакция была? Ты смеялся? Ну, я уже знал, что это будет. Да, поэтому так серьёзно просто оценивал всю ситуацию, и всё. Друзья, премьера. Ядрёна Матрёна, Сергей Тропивов прямо сейчас на «Стране ФМ». Внимание! Много раз, знав, и не суразнава повелось на Руси. Класть с проборами, греться в проруби, кушать сельки в оси. Небогато, но нам не капает ушки газу страна. Если будет слишком худо, к нам придёт она. Ядрёна Матрёна, всегда молода. С ядрёной Матрёной, беда, не беда. Пускай закончились патроны и замкнула провода. С ядрёной Матрёной, всё ерунда. Мы обучены в крайнем случае болт забить молотком. Тёмной ночкою по обочине погонять с ветерком. Нам до этого фиолетово подставлять стакан. Будем пить за наш конкретный русский талисман. Ядрёна Матрёна, всегда молода. С ядрёной Матрёной, беда, не беда. Пускай закончились патроны и замкнула провода. С ядрёной Матрёной, всё ерунда. С ядрёной Матрёной, беда, не беда. С ядрёной Матрёной, беда, не беда. С ядрёной Матрёной, беда, не беда. Пускай закончились патроны и замкнула провода. С ядрёной Матрёной, всё ерунда. Друзья, с ядрёной Матрёной, с клипом Ядрёной Матрёной. Нам теперь с вами идти шагать, как говорится, по жизни. В эфире Странный ФМ этот клип есть, эта песня также звучит. Серёж, почему ты посмеялся на этих словах? Ну, так. Я тебя поздравляю. Ну, правда, замечательная работа. Мы же подумали, что мы до этого жили без Ядрёной Матрёной. А многие не знали, как это назвать, понимаешь, какими словами. Подбирали, подбирали, может быть, пытались как-то обозначить. Но вот ты очень чётко справился с этой задачей, подметил, и всё, вот что значит талант. Конечно, друзья, вы сейчас видите, слышите, что в руках Сергея с гитарой. Значит, это не просто так, мы не побринчим. Серёж исполнит нам какую-то песню. Это для нас тоже полнейший сюрприз. И 100% абсолютная премьера. Я уверена, что этой песни в нашем эфире нет. И вряд ли будет. И вряд ли будет. Вот здесь некое волнение у всех сотрудников телеканала сейчас пробежалось по коже. Почему, Серёж, как ты думаешь, что это будет не формат или что? Да, это совсем не формат. Исполнил? Я вот думаю, нет, я всё-таки, наверное, другую песню спойду. А мы можем две, если что. Мне жалко руководство радиостанции. Сексистская песня, ужасная. Я смотрел на неё и влюблялся. Я теперь не счастливый ни разу, я понёс ощутимый урон. Но зачем в драгоценную вазу наливать бесполезный гудрон? Почему столь изящной формы содержанием нельзя повторить? Это как боксёру стринги одёрнуть. Ну зачем ты начала говорить? Говорить. 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 Залило мои чакры бетоном, замолчал паровозный гудок. И пахник нераскрытым бутоном вдохновенья мужского росток. Я теперь понял Фрейда и Кавку, я готов Джигурду полюбить. Я набью себе собчак в Балаклавке, ну зачем ты начала говорить? Говорить. Говорить. Я не хочу сейчас начинать говорить, но я должна, потому что я ведущая программы. Браво. Ну, так это. Спасибо. Так это та самая песня, которую ты пожалел руководству или нет? Нет, то я не стал петь. То не стал. Ну может быть, попозже ты всё-таки решишься, настроишься. Ну давай, давай. Давай. Я сначала тебя вот что хочу спросить. Школьные годы, быстренько вспоминай. Давно это было, конечно, но всё-таки было. Зениц Ока, помнишь? Да. Чудесная группа, замечательная. Может, многие не знают, но это в силу того, что просто... Ну это, мы были широко известны в узких кругах. В узких кругах. И сидись, Антонов, значит, и так далее. Пелали ты тогда уже свои песни? Ну, попозже чуть-чуть, когда нам нужно было на русском языке ещё что-то взять, желательно своё, то там появились уже песни такие серьёзные про любовь. Про любовь всё-таки первые песни были. Конечно. Слезливые. Девчонки сразу все штабелями падали или... Девчонки, не да, у нас же школа была мальчишеская, но старшеклассники меня переписывали. Значит, это успех. Надо сказать, что это успех. Очень важная такая, как мне кажется, часть твоей жизни, это... Когда ты служил регентом в школе, в храме пел... Нет, чуть позже, не в школе, да. Ну, почти, да. Есть же и духовные произведения, написанные тобой, более того, даже исполненные в храмах. Кстати, не знаешь, на сегодняшний день они исполняются где-нибудь? Нет, сегодня нет. Точно уже нет, да? А у тебя рождается такая музыка? Какая? Духовная. А что есть духовная музыка? Она вся духовная. Ну, хорошо, но может быть та, которая могла бы в храме исполняться. Слушай, ну, если исходить... Но ты ее не показываешь в общей массе. Если исходить из, как бы, постулатов русской классики и общей логики, то если красота спасет мир, значит, у нас Христос Киркуров. Ну, в общем, не пишется сегодня. Нет, конечно, пишется, но она все время пишется. Не обязательно ее облекать в форму какой-то литургии. Она может быть облечена во что угодно. Ну, да, есть подобные. Все дело-то в упаковке. Согласна с тобой. Хорошо. А фуги, токатта и так далее, прочие произведения инструментальные? Слушай, ты будешь смеяться, но у меня вот две симфонии есть, и я тут недавно нотки посмотрел. Думаю, все-таки мы, наверное, вот я деньги еще поднакоплю на концертах, и все-таки их запишу, чтобы хоть дети знали, что папа был не кончен, раздолбай. Ну, во-первых, профессиональное образование, консерваторское, композиторское, полноценные две симфонии для симфонического оркестра, разумеется. Какой оркестр ты видишь или слышишь в этих произведениях? Не знаю, не знаю. Хотелось бы, конечно, с Венским. Ну, это невероятно интересно. Это очень дорого. Ты не представляешь, как ты заинтриговал, я уверена, сейчас многих, что послушать, это как это вообще Сергей Трофимов и симфонический концерт. Надо понимать, что у нас сейчас как вот, чтобы были деньги для того, чтобы записать симфоническим оркестром что-то такое серьезное, это надо сначала спеть матом про гопников и сиськи искусные. Ух, да, и какие-то клипы такие снять тоже желательно. И сторис записывать что-нибудь в этом духе. А я не могу, я не могу. Совесть не позволяет. Да не совесть даже, ну, просто как-то ниже. Ну, само слово хайп тоже тебе не близко, я так понимаю. Ну, почему ажиотаж, если приводить на старорежимный. Да, спасибо, спасибо. Вполне нормально. Ну, а какими методами, вот это важно для тебя или нет? Методы, конечно, важные, да. Ну, твоя реакция на какие-нибудь штуки в интернете, когда порой увидишь? Ну, я не знаю, сейчас вот перейдут, как Олин с Мамаевым в Барселону или нет, после такого успеха. Но все-таки методы должны, по-моему, иметь какие-то рамки приличия. Ну, я человек отсталый в этом плане. Совершенно отсталый. Мы все прежними. Отсталый немножко, да, но очень при этом талантливый, надо сказать. Сереж, о творчестве с тобой говорим, и последний-то крайний альбом у тебя 17-м годом датированный. Посередине, называется он. Как-то интересно получилось, если я не ошибаюсь, это было 17 альбомов, и 17-й год как раз 17-й выпущен. Сольные альбомы. Следующий ждать когда? Ну, я не знаю, сейчас вообще альбомы никто не мыслит. Сейчас песенки вот выходят. Ну, у меня есть там. И клипчики снимаются. Ну, в общем, да. У нас не так давно, вот здесь на твоем месте, был Александр Иванов. Твой давний друг. Шурик, да. И, более того, конечно, потрясающий альбом «Грешный души и печаль». Мы поговорили о тебе, мы не могли не поговорить о тебе. Извини, пожалуйста, но как-то так вот без тебя. Саша сказал, что да, Сережа, я бы вот, я вот хочу спеть его какую-нибудь еще песню. А ты знал об этом? Да, мы с ним созванивались. Кстати, у меня одна песня есть, действительно, может быть, я вот с ним пересечемся, я вам покажу. То есть, это одна пока, она где-то лежит, и специальная персональная песня для Александра Иванова. Ну, да. Кто-то еще удостоен на сегодняшний день твоих песен, потому что раньше-то таких артистов было много. Кто исполняли? Нет. Не справятся, как ты думаешь, или сами не возьмутся? Да, во-первых, не... Например, Ядрену Матрёну, кто споет так, как ты? Под кого-то, под кого-то, не, ну, это же мог Коля Басков спеть. Вот, нет, я в том смысле, что очень много просто у меня сейчас музыки такой, вне формата моего и вообще песенного. Я вот там музыку к фильму написал недавно, сейчас еще к одному фильм буду писать. К какому, скажи, или поклонники должны хотя бы из-за этого посмотреть фильмы? Может быть, со мной актерский состав и сюжет неинтересен, но из-за музыки Сергея Трохимова, я уверена, включаю. Первый фильм ужасно интересный, попытка Тигран Киосаяна вернуть такой вот формат фильмов «Весна на Заречной улице». Ух ты. Называется «Крымский мост». Замечательно. «В духе времени». А второй фильм, в котором ты сейчас пишешь? Второй фильм, в котором я, наверное, буду писать сейчас вот музыку, тоже мне пока сценарий прочитал, жутко интересно. Он про геноцид казаков. Любопытно. А что касается твоей актерской деятельности? Работа-то была знаменательная, все до сих пор пересматривают. Где? В этом эротическом фильме? «Платье на два», да. 2008 год, хоть уже 10 лет, но поклонники ждут, 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 когда же новый фильм появится. Вообще, того опыта мне хватило выше крыши. Так? Что бывает, что больше? Да. Исключительно, если в своих клипах только сниматься. Ну да, или, не знаю, в каких-нибудь совсем эпизодических ролях. Потому что, ну, тут, не знаю, я думал, что наша работа, она непредсказуемая, какая-то без системы. А актерская оказалась? А актерская еще больше. Я думаю, что сейчас многие дети, которые захотели стать актерами, задумаются, задумаются, а надо ли, вот что? Сережа говорит, Сереж, попрошу тебя что-нибудь еще исполнить. Ты готов в ту самую? Ну ладно, ту самую, хорошо. Зачем я это сказала? Ну, надо сразу сказать, что вы, наверное, к ней никакого отношения не имеете, да? Мы вообще, да, мы за здоровый образ жизни и вообще за все светлое, хорошее. И, кстати, не всегда с авторами согласны. Песня о долге. В дорогом кафе Шантане, выполняя спецзадания, Ты спала с капиталистами за деньги. Сексапильно, платоядно, до любви продажной жадно, И при всем при этом высокоидейно. Твой куратор, подполковник, в прошлом диверсант-любовник, Обучал тебя премудростям разврата. И в ЧК сшивались где-то компроматы и секреты От обслуженных тобою членов НАТО. Резидент Массада в Сочи, горнолыжник, между прочим, Наркотрафик Сан-Франциско, чего ксары. Имена, пароли, явки и тайник церковной лавки Государство обрело почти за даром. Ох уж это государство, мать порока и коварства, Наши судьбы в нем, плоды его инцеста. Ты ему душой и телом, оно давно истлело И накрылась все твоим рабочим местом. Что теперь тебе осталось? Нищета, гастрит и старость. Только память все равно дороже денег. Все-таки тот индус в Найроби, Что тебя чуть не угробил, Был в постели, черт возьми, большой затейник. Все-таки тот индус в Найроби, Что тебя чуть не угробил, Был в постели, черт возьми, большой затейник. О, боже мой, друзья, это Сергей Трофимов Да, это, конечно, не симфоническая музыка Которая тоже есть у Сергея Но такого, Сережа, мы полюбили когда-то И будем любить всегда И будем любить, когда освободится Очень скоро обязательно Да что ты такое говоришь? Боже мой, ты мне подошел Значит, друзья, и эти песни, и, конечно, другие И, конечно, нетленки, и уже, конечно, классика В исполнении Сережи Вы можете услышать на концертах Которые ежедневно у артистов случаются В разных городах и весях Строльный график насыщенный Следите на официальном сайте Трофим.ком, на новом сайте Который разработал компанию Методик Да, конечно Ссылки внизу Таких ознаковых, больших, интересных концертах Не то, что дело даже не в темп Куда еще есть билеты остались Потому что многие концерты уже все, солд-аут 21 октября А, про мои концерты Про твои, конечно, БКЗ Октябрьский И Санкт-Петербург И жители Москвы, и Ленинградской области Конечно, все должны съехаться Что для тебя концерты в Питере? Ой, это особая атмосфера Все-таки особая? Там потрясающие люди Потрясающий зал Остался, который очень похож на концертный зал Россию бывший Ну, как-то так связь времен прослеживается И там намоленное место Александр Яковлевич Розенбаум Скажи, пожалуйста Когда у тебя в Питере концерты Приходят к тебе? Всей семьей, да Всей семьей? Правда, замечательно Ваша дружба уже очень много лет длится Вся семья, одноклассники Ну, ладно, хорошо Еще и коллеги По скорой помощи Еще продажи остаются Билетов 40 Друзья, 21 октября Нужно заранее распланировать Тем более, что дней осталось не так много В Москве будет еще один концерт Но о нем не скажу Потому что там билетов уже нет А скажу о том, куда еще можно попасть Это Дом кино 15 декабря Да, да, да Дом кино Площадка такая Любопытная Кстати, тоже интересная площадка Новогодние песни, значит От тебя ждут, наверное, там какого-то Новогоднего такого трэша В хорошем смысле Да Там будет Что-то такое Посвященное Новому году Я еще не знаю Я так заранее планировал Но поскольку мы сейчас вводим в программу Все больше и больше новых песен Я думаю, что там процентов 70 Тоже будет Вообще программа Новая совсем Вот процентов 70 Новых песен Публика как на это реагирует? С трудом С трудом, конечно Да, поэтому приходится Новое-новое, потом старое Новое-новое, старое Ах, вот так вот чердавайте Целый подход Это очень серьезная схема Ну вот Сочи, не знаю И только после концерта подходят Ну что ж вы не спели-то я Ну простите В следующий раз обещаю Иногда бывает так, что Вообще на концерт Там приходят записки Типа умоляю Спойте песню А мне, понимаете У меня же деменция уже Я же старенький И я говорю Я слова не помню Так представьте В втором отделении Не поленилась Пошла Распечатала где-то Распечатала текст И говорит Вот Пришлось петь Пришлось петь Вот так А как ты хотел Есть ли песни Которые тебе уже Ну просто за эти годы Ну поднадоели немножко Ну например Снегири Хотя потрясающие песни Все рыдают до сих пор Под нее Слушай, ну как можно Поднадоись Я раньше как-то да У меня было такое В Сочи Заслуженный артист России Автор-исполнитель Сегодня у нас в гостях Время летит очень быстро Сережу отпускать совершенно не хочется Тем более, что он с гитарой в руках Но ничего не поделаешь Мы тебя будем ждать Очень скоро У тебя же скоро день рождения, кстати В ноябре В начале ноября 52 года Исполняется Правильно все посчитала? 52 Ну что это Разве это возраст для мужчины Вот что мой милостивый Думаешь? Конечно, сто процентов Ну, кстати Как себя ощущаешь В своем возрасте? Сколько тебе 36, 35 18 19 на самом деле Если в паспорт не смотреть Ой, Саш Я даже не знаю Во всех ситуациях по-разному Иногда, когда Вот приходишь на интервью Какое-нибудь Ну, не к вам, конечно А вообще И там начинают спрашивать Что-то По поводу современности Думаешь, боже Мне уже тысячу лет уже Все это уже проходили Все это О чем они разговаривают А когда видишь Какую-нибудь красивую девушку Например, мою жену Думаешь, блин А мне ведь еще 18 Вах! Какая красота! Это замечательная Абсолютная история Очень красивая у вас Такая Семейная жизнь Очень часто вы принимаете участие В различных программах И в дом к себе Запускаете Абсолютно всех Кто она просит Я имею в виду журналистов Конечно, не то, что с улицы Это Анастасия А ты идешь ей в этом случае На встречу, я так понимаю Нет, это она идет на встречу По желанию моего Продюсерского руководства Понятно А ты По мир я вообще Никого не пускала Хотя вот Игорь Николаев Тут недавно был в гостях Очень приятная оказалась Детечка Ой, замечательная Конечно У меня такой вопрос Удается ли вам с Настей Как-то удивлять друг друга Несмотря на то, что уже столько лет вместе Ну, может быть, ты как-то делаешь выводы Надо же, вот Что-то не замечала Какую-то черту Или наоборот Что-то в ней такое Проявилось Появилось, может быть Ну, вообще Я у нее учусь Она потрясающий человек Она умеет видеть мир В каких-то таких деталях Которые я упускаю В силу занятости большое Нет, просто мужчина Вообще У нее свойство Надо такое обобщать Больше А она увидит какой-нибудь там Одуванчик Щелкала на камеру Как красиво И говорит, ты посмотри И действительно Вот вроде одуванчик-одуванчик А ведь это доказательство бытия Божьего А ты чему-нибудь учишь жену? Пытаюсь Ну, например Ну, совсем недавно Она была поражена моим талантом Делать ступени из камней Делать что? Ступени из камней А у тебя этот талант обнаружился А хрен его знает Да, вот как-то Спал, дремал Где-то очень-очень сильно Мне понравилось Вырезать вот камни Укладывать их В раствор Присыпать там Сделать подстрину Все это дело Ну, руки из того места Все-таки растут Понимаешь? Ну, это только ко мне И касается Очевидно Их испортить тяжело Я не могу не спросить Про твою замечательную маму С которой у вас тоже Совершенно удивительная А мне кажется Даже образцовая Абсолютно Для новей семьи Галина Федоровна Как выживает она? Гражданскую позицию занимает Так Ну, сейчас чуть-чуть Приболела Но я думаю, что все-таки Крепкого здоровья Искренне желаем Скорейшего выздоровления Получше ей будет Выступает ли она Критиком твоим? Ну, например Вот какую-то песню Напишешь, Сережа Что-то такое на твою Самая жесткая критика Это она Тебе удается Как-то убедить, мам? Ну, это нормально Это вот Не надо так остро реагировать На это Не, ну, я сразу нажал Ну, не пастернак Ну, и что Но я буду учиться Ну, не всем Я буду стараться Я буду стремиться к этому Привет ей большое Передавай, пожалуйста От нас Так же, как и ребятам Ванечке Потому что скоро у нее Разные события Какое? Ну, у них в 2035 году Генеральный ремонт дома будет В каком году? В 2035 Я говорю, мама Мама-то обязана дотянуть До этого времени В общем, да А время летит очень быстро Надо сказать И так же быстро, как Наша программа Сереж Я тебя искренне благодарю Я тебя тоже благодарю Я тебе признаюсь в любви А я хочу сказать, что я счастлив Что я твой современник Я дожила до этих слов Я в любви мне вообще можно В общем, уже больше ничего В этой жизни не делать Сереж, правда, искренне Спасибо тебе, что ты Невероятно светлый Очень талантливый И мужественный И с потрясающим чувством юмора Ну, какой ты прям действительно Неземной Неземной человек И вроде и земной И необыкновенный И невероятно любимым народом Я хочу тебе пожелать Что здесь я вообще Ощутил космонавтом Ну, это хорошо Или гуманоид Спасибо тебе за потрясающее Классное настроение Благодаря клипу Смотри, ну, теперь мы будем Как-то и осень проводить Очень активно, весело И зима нам теперь не страшна И тем более, что мы знаем Что впереди еще и очередная Новинка от тебя И клип Мэлли Бо Заинтриговал ты сегодня Очень-очень нас Друзья, концерты 21 октября БКЗ «Октябрьский» Сольный концерт Сергея Трофимова 15 декабря Москва, Дом кино А все остальные города Дорогие наши зрители и слушатели Заходите на сайт Которую разработала компания Методик Там просто ежедневно концерты Но еще с огромным удовольствием Хочу всех пригласить На сборный большой концерт 21 декабря в Кремле «Зимняя сказка для взрослых 4» Там Сергей Трофимов И другие артисты И звезды шансона Это будет такая вот тоже Очень зимняя, интересная Невероятная история «Зимняя сказка для взрослых 4» Мы не будем говорить Кто будет Дед Морозом Пусть будет это сюрпризом Мы даже не скажем Кто будет Снегурочка Это понятно Вообще-то понятно Сереж, дорогой Я хочу, чтобы ты Сделал такое обращение Стране Которая тебя любит Которая, да Вот эти вот камеры Которая тебя очень сильно любит Которая тебя знает Помнит и слушает Ну, уже лет 40 Наверное, 35 Сколько? Ну, в общем, долго Очень долго Лет слушают тебя люди Все, обращайтесь Давай, у нас время мало Все, кто вырос на моих песнях Все, кто знаком с моим творчеством Я хочу вам пожелать Крепитесь, люди Как сказал один мудрец Все проходит И это пройдет Сергей Трофимов Заслуженный артист России Автор Исполнитель Сереж, спасибо огромное Спасибо тебе, Саша И очень ждем в студии Спасибо Программа «Лучшее в стране» Оставайтесь с нами Лучшее в стране На телерадиоканале Страна ФМ